Уходим! 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 Что-то другое надо снимать. Не можем мы сделать дымовуху. Всем респекту, друзья! С вами Габар. Прямо сейчас вы станете свидетелями уникального эксперимента, масштаб которого завораживает. Просто вдумайтесь. Я прямо сейчас сделаю самую большую в мире дымовуху. 150 килограмм газеты, куча аммиачной селитры и все это вот в такой огромной бобине, которая будет страшно дымить. Вы просто представьте, какой будет масштаб. Этот столб дыма вы увидите в своих окнах и их вполне возможно увидят МЧСники. Это опасный эксперимент. Поэтому будем надеяться, что это видео закончится не моим эпичным задержанием. Ну что, поднимем! Этот эксперимент мы решили провести в городе Сочи, потому что в данный момент мы находимся именно здесь. Но найти 150 килограммов газеты оказалось задачей довольно непростой. Вначале мы поехали по почтам и различным киоскам, где думали, что у них есть какая-нибудь просроченная газета и мы ее сейчас возьмем. И когда мы переезжаем из одного пункта в другой в поисках газеты, я начинаю понимать, что 150 килограммов газеты это крайне дорого, если мы будем ее покупать по себестоимости. Газета стоит от 15 рублей до 50 рублей. Одна газета, которая не весит ничего. То есть я купил примерно 4-5 килограммов газеты за 3 тысячи рублей. Вы просто вдумайтесь! Я начал искать какую-то списанную газету, а они не существуют. И я понял, что мне сейчас, сделая дымовуху, выйдет просто тысяч в 200. Только бумаги одной, бессмысленных скамбордов понакупать, я, блядь, не понимаю, что делать. И тут случился переломный момент. Я подумал о газетах, которые бесплатно раскладывают нам в почтовые ящики. Я позвонил в эту газету. Мы туда приехали, и нам девушка очень хотела помочь, не знала, чем нам помочь. И в итоге она мне прислала смс-ку. Здравствуйте, это Елена, Народная газета в Сочи. Извините, что я вас обнадеживаю. Мы не будем сжигать нашу газету. Елена, спасибо вам огромное, потому что вы натолкнули меня еще на одну прекрасную мысль. Позвонить в типографию, в которой печатают газеты. И там нас ждал сюрприз. Алло, здравствуйте. Это типография Дория? Да. Хотел узнать, скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить и по срокам тираж газет 4 разворота 300 экземпляров? Формат 1. Ну вот стандартные газеты, которые кладут в почтовые ящики. Первый формат разворота? Ну да, наверное. Не делайте. А, не делайте, да. Так мне нужно развернутое. Мне нужно сделать, мне нужно 150 килограмм газет напечатанных, чтобы из них сделать дымовуху. И я вот не могу никак 150 килограмм найти. Я думаю, может мне проще их напечатать? Может вам проще перейти на бумагу? В рулоне? Не знаю, что вы будете с этим рулоном делать. Я хотел все литры его вымочить и поджечь. Как в школе дымовухи делали. Я хотел 150 килограммовую сделать. Так, а давайте мы к вам приедем, посмотрим. Все, сейчас будем. Спасибо. Ребята, короче, нам не разрешили снимать, но мы были в типографии, где нам дали газетную бумагу. И здесь нам сходу могут дать 150 килограмм вот такой бумаги. Но возник вопрос, газета горит из-за того, что это газетная бумага или из-за того, что это газетная бумага, на которой еще и печатают? Нельзя сейчас просто взять и купить 150 килограмм бумаги, чтобы ничего не получилось. Поэтому мы взяли несколько листов на тест, протестируем. Если это работает, то мы покупаем здесь 150 килограмм бумаги. Стоить это будет всего-навсего 10 тысяч рублей. Ну что, погнали проверять. Разбавляем селитру в воде в пропорции 1 к 1. Многие советуют 1 к 3 или 1 к 2, но нам нужна самая ядерная концентрация, поэтому мы берем 1 к 1. Разбавляем усиленно, мешаем. И далее вымачиваем газетную бумагу в этой селитре. Примерно сушка одного листа занимает, не поверите, часов 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, она выстрелила у меня, вон она. Итак, ребятки, великие экспериментаторы в Сочи. Вы поняли, что горит бумага. Да горит вообще просто селитра. А газетная бумага отлично ее впитывает. Поэтому прямо сейчас мы забираем 150 килограмм газетной бумаги. Добро пожаловать в мою химическую лабораторию. Еще раз посмотрите, как выглядит 150 килограммов газетной бумаги. А все это мы сейчас начнем вымачивать в растворе аммиачной селитры и сушить. Максимально много везде натянем этих веревок. И сейчас всей командой накинемся и будем мочить, сушить. Мочить, сушить. Но, ребята, знайте, что это опасный химический эксперимент. И меры предосторожности просто необходимы. В лучшем случае, конечно, не нужно все это повторять. А если вы уж решились, то обязательно защищайтесь. Потому что все, что угодно может произойти. Говорят, что при работе с аммиачной селитрой случались даже взрывы. Еще раз напомню, как выглядит сам химический эксперимент. Мы растворяем селитру в воде, вымачиваем в них газетную бумагу. Она очень тонкая и поэтому очень быстро вбирает в себя жидкость. А потом мы ее сушим. Влага испаряется и мы получаем газету, пропитанную селитрой. Именно она и будет гореть. Ну что, пора мочить газеты. Погнали! Итак, ребята, второй день сушки. Вообще ничего не просохло. Мы начали экстренно выкладывать и наши стопки по 7-10 листов вот так распереживать и класть на землю, чтобы как-то просохли эти листы. Но нам надо срочно сушить вторую партию. Вы только посмотрите на это. Вроде бы палящее солнце и 30 градусов должно было все это испепелить, но нет. Ребят, мы трогаем листы. Сухое, кстати. Поэтому все уже сняли. И половину сухого относим. А мокрое, даже видно, ребят, вот на... Видно, что вот это еще мокрое. А когда мы открываем, внутри все еще мокрое. Это не годится. Поэтому прямо сейчас мы тщательно перебираем, полусухие листы кладем на асфальт и будем замешивать новую партию и развешивать. Если я думал, что мы уже сегодня утром будем снимать, то это не так. Я думаю, мы будем около трех дней только сушить вот это количество газетной бумаги. Для вас это пролетит быстро, а для нас это три дня. Мочить бумагу, сушить бумагу, мочить бумагу, сушить бумагу. Я надеюсь, что результат будет стоить того. Ребят, проблема произошла. Вся насушенная бумага, которая вот у нас здесь есть, хранится, ребят. Она вся стала не сухой, а просто мокрющей. Она либо конденсировалась, либо что она стала просто, просто мокрой. Я не знаю, что с этим делать, но это вообще не первая проблема. Первая проблема в том, что мы взяли пропорцию один к одному. И на самом первом эксперименте вы видели, что она задымилась, а потом резко сгорела. Мы тогда не очень сильно на это обратили внимание, а зря. Прямо сейчас мы рискуем потерпеть фиаско, и наш эксперимент может закончиться тем, что 300 килограмм бумаги сгорят за 30 секунд, потому что концентрация селитры огромная. И поэтому прямо сейчас мы проводим еще один тест. Мы взяли прямо мокрый лист и завернули его в металлизированный скотч. И хотим посмотреть, что будет, если конструкция будет выглядеть вот так. Ну что, трагедия? Горе? Влажная бумага не горит, которая была вчера, блядь, сухой! Попробуем то же самое сделать с сухой бумагой. Я пока не знаю, что делать, столько сил уже затрачено. И она, блядь, не горит. Горе. Горе в семье, блядь, сын пиротехники. Хороший, в общем, не отчаиваемся. Прямо сейчас у нас еще один двор есть, который мы не засрали. Смотрите, прямо туда большими стопками сейчас выложим все сухое. И будем сушить. Блядь, сушить не пересушить, ребят. Сушим? Здесь сушим, там сушим. Нам нужна сухая бумага для эксперимента. Погнали. Ребят, если у вас задний двор выглядит не так, то не зовите меня на вечеринку. Да, это чистая помойка с химическими разводами. Вот так делается самая большая дымовуха в мире. Третий день сушки. Небольшие плоды нам дал. Новая методика по 4 листа. Вообще немного мы сушили. Вот столько сухих листов. Вот столько еще влажных листов мы будем досушивать. План такой. Очень не успеваем. И бумаги осталось много. Поэтому прямо сейчас с утра накидываемся, завешиваем всю плантацию. Надеюсь, она высохнет часам к 6-7. И тогда мы делаем еще одну новую загрузку на дым. Кстати, ребята. Просто посмотрите на чумовой лук. Это новинки в габаршопе. Вот такой ночной дед. Офигенная футболка. С внешней стороны это синтетика. Но к коже прилегает хлопок. Офигенная штука. Даже летом я чувствую себя комфортно. Там также появилась футболка мятный дед. И посмотрите на эти снэпбэки. Черный, синий, красный. Прямо сейчас залетайте по ссылке в описании. И там я дарю вам промокод на 15% на всю продукцию. Просто напишите Селитра. Промокод Селитра. 15% на всю продукцию. Даже на настольную игру. Ну а мы продолжаем. Привет, ребяточки. Мы вымачиваем бумагу. И у нас не то, что проблема. Это полная жопа. Вот на заднем дворе мы тут. Высушиваем бумагу, которая сушили в первый день. То есть мы думали, что она сухая. Убрали ее на склад. А она в тени стала водой. Мы вынесли ее опять сюда. Потом унесли. Потом вынесли сюда и оставили на ночь. И она за ночь, блядь, становится не то, что мокрой. Посмотрите, она даже рвется. Вот, вот, посмотрите. Она... Она просто как вода. 150 килограмм бумаги мы не можем высушить. У нас висит новая партия. И она тоже будет мокрой. Кстати, даже здесь видно, что она не просто... Она... Она просто... Она просто... Просто мокрющее. Я не знаю, пока эксперимент точно не удастся. Потому что мы проверяли на мокрой бумаге, она не загорается. Мы не можем сделать эту дымовуху. То есть в таких объемах никто ее раньше не делал. Потому что обычно высушил, сразу скрутил и поджег. А у нас сушка занимает 3-4 дня. И мы не можем высушить бумагу. Я не знаю, что делать. То есть сейчас, можно сказать, 100% что мы не можем сделать эту дымовуху. Потому что вы сейчас видите одну четвертую. На втором дворе вообще засыпана все бумага, и она вся мокрая. Завтра идут дожди. И мы не сделаем много этой хрени. Просто в 4 дня мы делали только то, что вымачивали бумагу, сушили ее, и она становится мокрой. Мы не можем даже ничего скрутить, понимаете? Вот все вот это, это, блядь, просто мокрое. Вот посмотрите на просвет. Она стала мокрой. Что-то другое надо снимать. Не можем мы сделать дымовуху. Я не знаю. Сворачиваем все это и... И выкидываем. В момент полнейшей безысходности мне пришла очень простая идея. Упаковывать сухую газету в мусорные мешки и крепко их завязывать, создавая там вакуум. Но вопрос, а это нам точно поможет? Ребят, без малого прошла неделя, как мы сушим газеты. Сушим, приходим, а она мокрая. Как только наступает тенек, это мы выяснили опытным путем. Она мокрая. Я уже прошел торг, и сейчас идет момент принятия. И сейчас я открою мусорные пакеты, а там их много, ребята. Неделю сушили. Сейчас мы откроем мусорные пакеты и вместе с вами увидим, сухая там бумага или нет. Будет ли эксперимент вообще или нет. Пойдемте посмотрим. Торжественный момент, ребята. Просто посмотрите на этот масштаб. Здесь даже навскидку больше 150 килограмм. Неделя работы просто она вот здесь. Прямо сейчас. Какие ставки, как вы думаете? Тяжело предположить, но волнение дикое. Это сухая бумага. Это просто сухая бумага. Неделю 30-летние мужики пытались додуматься о том, что нужно паковать сухую бумагу в мусорные мешки. Я не знаю, как мы будем эти осколки сворачивать в дымовуху. Ребят, вы знаете, что может заставить биться сердечко 30-летнего мужика? Это сухая газета, вымоченная в селитре. Ребята, сейчас будет самая большая дымовуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие два человека, они вообще у меня ремонт делают дома. Инстаграм степ-бай-степ. Ребят, устроено так, что я говорю инстаграм, а на вас подписываются люди. Степ-страп-степ. Так вот, ребята, из степ-бай-строек. Все, ребят, это степ-бай-строек, блядь. Короче, инстаграм это указано, они ремонт не дома делают. Прокидываем в последний заворот много проволоки. И далее распределяем ее примерно на 30 сантиметров друг от друга. И закручиваем, тем самым делая нашу дымовуху. Я не могу бы сказать, что это дымовуха, это, ребят, дымовина. Делаем нашу дымовуху, это как-то слабовато. Дымовище. И начинаем ее скручивать. И это еще не конец. После этого мы пройдемся полностью по всей поверхности металлизированным скотчем. Дальше завернем в фольгу, а потом все это обмотаем стрейч-пленкой. И, блядь, попробуй, сука, только не загорись у меня. Ребят, прямо сейчас, после того, как мы стянули, не для того, чтобы сделать ее плотнее, потому что под своим весом она и так просто как ствол дерева плотная. Мы просто стянули ее проволока, чтобы она не развалилась, хотя, думаю, шансов у меня немного. Сейчас мы полностью проходимся металлизированным скотчем и вокруг обматываем, чтобы вовнутрь не попадал в воздух. Погнали. Меня, пожалуйста, меня больше снимает. Я хочу, как мамик сбыть, понимаешь? Тысячу людей в халатах. Я такой, и что же будет, если тысячу игрушек мы включим одновременно? Сейчас узнаем. Ну что, ребятки, наша дымовуха обернута в пищевую пленку и готова к использованию. Просто вдумайтесь. 4 метра. 175 килограмм. Просто машина. Сколько из нее выйдет дыма, тяжело угадать. Хотя, зачем гадать? Давайте прямо сейчас и посмотрим. Не могу понять. Я хочу, чтобы она загорелась. Одновременно я не хочу, чтобы меня посадили. Я не знаю, вот такие смешанные чувства, честно говоря. Я хочу, чтобы это было до хрена дыма, но не на уголовную ответственность. Давайте вот так я сформулирую. А вот так просто, ребят, выглядит на уголовную. Дымовуху ездит. Я не достаю, блядь. О, достаю, спасибо. Стойте, ну, блядь, лопну сейчас нахуй. Кто ушел? Нет. К деревяшкам направо. Направо, блядь. Давай ты. Давай. Она реально нереально тяжелая. Просто жестко. Так, ребят. Я вижу капли на объективе. И у нас начинается дождь. Поэтому надо торопиться. Прямо сейчас и начнем. Погнали. Волнуюсь дико. Одновременно хочу, чтобы и загорелась. И хочу, чтобы она не взорвалась. Потому что это опасный химический элемент. Это вообще опасное химическое соединение. Это опасное удобрение. И вы знаете, что были взрывы, связанные с селитрой. Поэтому, внимание, прошу вас всех это ни в коем случае не повторять. А я прямо сейчас это сделаю. У меня потные ладошки, несмотря на дождь. Так, ребят. Сейчас хочу с каждой стороны разорвать. Потому что я хочу, чтобы она проветривалась торцов. Чтобы огонь стремился к воздуху. Сразу хочу сказать, не беспокойтесь. Мы здесь все это уберем. А все, кто беспокоится за то, что мы чему-то навредим и загрязняем что-то. Я вас прекрасно понимаю, ребят. Честно. И если вас интересует экология и прочее. Ребят, ну не испортит вам жизнь мой эксперимент. Вы перестаньте ездить на бензиновых машинах. Пишите про разливы нефти. Беспокойтесь за это. А здесь сейчас, если получится, просто наслаждайтесь тем, что вам удалось это увидеть. А чтобы не пропустить следующие эксперименты, подписывайтесь на канал, ребят. И продвигайте этот ролик. Такая влажная, ребята. Влажная. Сопло прям, да? Давай так же здесь расплавим. Боюсь взрыва. Боюсь, что не загорится. И... И просто боюсь. Ну что, удачи, ребят. Валим. Мне кажется, пошла. Взялась? Пошла. Каснись экраны. Пошла дымиться, ребята. Пошла дымиться жестко. По местам, ребятки. Получилось, блин, она дымится. Дым кончился. Уходи. Отходи. Она сейчас полетит. Уходи. 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 Посмотри на эту хрень. Влажная. Бляха, муха. Это пиздец. Ребята, ты на бухо? Стала ракетой. Мать его. Вот это концентратные селитры. Получилось не так, как я хотел. Но получилось дико красиво, просто посмотрите на это, ребята. GoPro пизда! Это опять GoPro, ребята, посмотрите, это ураган, это стихийное бедствие, просто посмотрите, какая температура там. А звук, вы слышите этот звук? Андрей, Англа может полететь, а ее отсюда жгло на кругу. Ребята, посмотрите на это. Посмотрите на это, это стихийное бедствие, это какой-то пиздец. Ребята, это жесть. Да, дыма супер мы не получили, но мы получили просто реактивную тягу, посмотри, со всех сторон. На этой штуке можно в космос увидеть, я отвечаю. Столько работы, столько работы, и просто за минуту взорвалось. Я очень волновался, что не получится, а что не подождется. Подождать мгновенно, и дым пошел хорошо, наполнение было сумасшедшее. Но потом концентрация силистеры была такая большая, и объем такой огромный, что она просто сгорела. Ребята, за секунду. 175 килограммов за секунду превратились в горы пепла. С одной стороны меня бьет адреналин, с другой стороны мне не хватило дыма. Я не знаю, как это передаст картинка, но это было эпично. Ребята, ни в коем случае не повторяйте подобных экспериментов. Если у вас есть идеи, что масштабировать еще сильнее, еще круче, мы это сделаем. Пишите в комментариях, ставьте лайк и делитесь этим видосом. Вот так, ребята, знайте, что можно работать две недели над таким большим проектом, чтобы посмотреть, как он сгорит за считанные секунды. Максимально необычный проект. Мы ожидали разные исход событий. Мы думали, что может взорваться, мы думали, что может просто не загореться. Вот боялись, как и факапа, боялись чего-то такого экстренного. Но по факту получился не тот результат, изначально заложенный нами, но более, мне кажется, даже крутой. Когда началась эта объективная тяга с воздуха, это казалось, что вот реально она сейчас вот прям поползет, поедет куда-то под землю, зароется. Я думал, она реально взлетит. Она просто, как и сопло, пошел огонь. Это было круто. Это была не дымовуха. Это было реально что-то такое, что должно было взлететь. Это было очень круто. Ребята, я сидел вот тут, и когда началось вот это все, все это мрехобесие, начало подниматься облако большое, оно прям на меня шло. И я не понимал, я слышу этот звук реактивной тяги, и у меня ощущение, что облако вместе с этим огнем на меня идет. Подведу итоги. Знаете, вообще я получаю огромное удовольствие, что я могу просто делать это, что имею такую возможность экспериментировать. И эта дымовуха, как моя жизнь, на самом деле, за последнее время, ты не знаешь, что будет завтра, и как это вообще произойдет. Да, мы хотели больше дыма, но получилось именно вот так. Это напомнило мне, когда мы делали эксперимент со слоновой зубной пастой, и думали, что это будет просто нереально огромная штука. Здесь мы также планировали нереальное количество дыма, вполне возможно, полет вертолета и так далее. Но получилось просто ракета. И это натолкало меня на мысль. Может нам ракету сделать, ребят? Так что, я думаю, получилось просто круто. И мы из этого придумаем что-то такое, что может на самом деле взлететь куда-то, естественно, в бесполетную зону. Спасибо, что вы смотрели нас, мы очень старались. Всем респекта.